Девушки отдыхают и среди них отточенная техника, четкая координация движений. Правильно принятое стартовое положение, мощные тяга и подрыв, своевременный подсед и точная фиксация снаряда над головой все эти элементы техники определяют успех в рывке. В нашем фильме мы расскажем о методической последовательности обучения рывку в штанге и о технике выполнения специальных упражнений. До начала обучения техники классических упражнений юные спортсмены должны получить разностороннюю физическую подготовку. Можно укрепить мышцы брюшного пресса, спины, ног, рук, развить скоростно-силовые качества, увеличить подвижность суставов. Кроме того, перед каждым занятием необходима хорошая разминка, которая включает в себя те же общие физические упражнения, позволяющие подготовить мышцы и суставно-связочный аппарат к интенсивной работе. Получив задание тренера, ребята могут разминаться самостоятельно. Упражнения несложны, важно их разнообразить и регулярно включать в разминку. Продолжение следует... Обучение, собственно, технике возможно только на учебно-тренировочных занятиях под руководством тренера. Вначале разучивается старт. Ноги ставятся под гриф на ширину одной-двух ступней. Руки захватывают гриф в замок. Хват широкий. Мышцы туловища напряжены, спина прогнута в пояснице, голова слегка приподнята. Стартовое положение принято. Тренер должен внимательно следить за последовательностью принятия спортсменами стартового положения, тщательно корректировать его по элементам. Положение рук, плеч, спины, головы. Субтитры создавал DimaTorzok После освоения стартовой позы изучается рывок штанги с полуподседом. Это движение можно разделить на старт, тягу до колен, начало подрыва до конца фазы сгибания коленей, финальный разгон штанги до начала полуподседа, полуподсед и вставание. На таком делении и основана последовательность изучения техники рывка с полуподседом. Первая часть разучиваемого движения тяга от старта до конца подрыва. Обучение начинается с упражнения тяга до положения штанги выше колен. Здесь важно добиться разгибания ног в коленных суставах до угла примерно в 160 градусов. Спина прогибается в пояснице, руки удерживают снаряд. Следующее упражнение – подрыв из виса выше колен. Колени подаются вниз-вперед, затем ноги резко разгибаются в коленных и тазобедренных суставах. В конце подрыва штангист взрывным усилием встает на носки, одновременно поднимая плечи и начиная сгибать руки в локтевых суставах. Основные требования – максимальная быстрота подрыва и полное разгибание ног. Прежде чем перейти к рывку с полуподседом из стартового положения, необходимо выполнить еще два специально вспомогательных упражнения. Первая из них – рывок с полуподседом из виса выше колен. После финальной фазы подрыва атлет резким движением поднимает штангу над головой с одновременным полуподседом. Важна активная тяговая работа руками до тех пор, пока плечи и локти не будут подняты вверх. Гриф штанги движется на минимальном расстоянии от туловища и лица спортсмена. Начинать подрыв надо от положения штанги выше колен. Вначале движения плечи впереди грифа, а затем, когда гриф перемещается в середине бедер, плечи на одной вертикали с прямыми руками. Рывок с полуподседом из виса ниже колен. Из виса выше колен спортсмен наклоняется до виса штанги ниже колен. Снаряд не должен касаться помоста. Из этого положения, разгибая ноги в коленных суставах, атлет выполняет рывок с полуподседом. Лишь теперь можно приступать к рывку штанги с полуподседом из стартового положения. Тренер строго следит за последовательностью выполнения всех элементов техники рывка с полуподседом, обращает внимание ребят на неточности. Он добивается того, чтобы спортсмены выполняли движения слитно, координированно. Не делали лишних движений, не отбивали штангу от себя, а старались максимально приблизить ее к туловищу. Итак, посмотрите еще раз на технику выполнения рывка штанги с полуподседом. Субтитры создавал DimaTorzok Завершен первый этап обучения. Начинается следующий, на котором спортсмены осваивают технику рывка штанги в разножку. Такие технические элементы, как старт, тяга, подрыв, выполняются так же, как и в предыдущем упражнении. Затем глубокий подсед и вставание. Для отработки и закрепления технических навыков полезно использовать имитационные упражнения с металлическими палками. Приседания с широким хватом. Подрыв. Протяжку. Они помогут ребятам настроиться на второй этап обучения, главная задача которого – освоение подрыва с подседом в разножку. Специально вспомогательное упражнение – рывок в разножку из виса ниже колен. При подседе ноги расставляются в стороны. Руки тянут штангу вверх, помогая быстро подсесть в разножку. Подворот рук под гриф штанги производится без опускания плеч и лостей из положения, принятого в конце подрыва. Корректировать технику спортсменов целесообразно в имитационном упражнении с грифом штанги. Из виса ниже колен – рывок в разножку. На что следует обратить внимание? Главное – не спешить с подседом. Необходимо добиваться правильной финальной позы в конце подрыва. В этот момент штангист должен встать на носки, максимально приближая снаряд к туловищу. Опускаться нужно в глубокий подсед на полную ступню. Посмотрите еще раз на близкую к эталонной технику выполнения рывка в разножку. К такому результату надо стремиться на втором этапе обучения. Теперь можно приступать к рывку в разножку со старта. Высокой слитности, четкости выполнения целостного движения можно добиться лишь тщательно изучив технику специально вспомогательных упражнений в указанной последовательности. Конечно, результат в рывке определяется суммой разнообразных факторов, уровнем физической подготовленности, волевым настроем, психологической собранностью. Среди этих факторов важное место занимает техническая подготовка атлета, правильное выполнение всех составных элементов рывка штанги. Продолжение следует... Продолжение следует...